Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан. И сегодня у нас вторая реакция кубинской певицы Дженнифер Алмейда. Первую реакцию вы можете найти вот здесь. Также многие подписчики пишут, что к ним не приходят уведомления и оповещения о выходе новых видео. Пожалуйста, перепроверьте свои колокольчики. Эта кнопка находится рядом с кнопкой подписаться. Там должно быть выбрано все уведомления. Всем спасибо за внимание. Всем приятного просмотра. Привет, мои хорошие! Народ, всем здрасте! Привет! И сегодня я выполню вашу очередную просьбу, потому что я получила свыше 200 комментариев на разных языках с просьбой сделать реакцию на Димаша, а именно на песню Stranger. Но сначала объявление для всех хейтеров. Данное видео – это нетипичная реакция. Здесь мы занимаемся музыкальным анализом. Музыкальным анализом. Следовательно, я буду делать много пауз. Очень много. И я буду делать это тогда, когда мне вздумается. Не разговаривай с людьми в таком тоне. Но ведь я разговариваю не с людьми, а с хейтерами. Это все равно не политкорректно. Не политкорректно, тра-ля-ля. Мой канал – мои правила. Ну можно же как-то понежнее. Ладно. Дубль 2. Я выпускница по специальности дирижирования оркестром и хором. Певица, преподаватель по вокалу, спортсменка-комсомолка и просто красавица. И мне хочется поделиться с вами своими знаниями, которые накопились за всю мою жизнь. Поэтому, если вы хотите смотреть выступления Димаша без прерываний, пожалуйста, переходите на его канал. Потому что он является правообладателем. И еще вот что. Если вас интересуют примерно вот такие реакции, вы точно не по адресу. Но не огорчайтесь. В ютубе вы сможете найти миллион таких реакций. А я буду делать паузы. Так что пока, хейтер. Ты же все равно напишешь комментарий. Да бог с тобой. Раз мы все обсудили, давайте начнем. Мне кажется, у этой мелодии модальный лад. То есть это когда лад и не минорный и не мажорный. Вот мажорный лад. А это минорный лад. По-моему, это дарийский лад. Давайте слушать дальше. А здесь у нас гармоника. Один из вариантов минорного лада. Народ сходит с ума, когда Димаш поет высоко. А я схожу с ума, когда Димаш поет низко. То есть, сейчас мы опускаемся. На нижний регистр. Вот здесь. Он начал петь в среднем регистре. А потом провалился на октаву ниже. Это нота до. И это довольно низкая нота. Если здесь нота до 4, здесь до 3, значит это до 2. Здесь у нас небольшая смена тональности. И он уже поет в более восточном стиле. А здесь он звучит как оперный тенор. У него такая же позиция грудного голоса, как у оперных теноров. А не как у поп-певцов. Заметили эти вкуснятинки? Это делается при помощи гортани. Также обратите внимание на его дыхание. Димаш может пропевать длинные фразы. Не прерывая их, я имею в виду, что он не делает передышку в середине фразы. Мне нужно было остановить, иначе я не смогу монетизировать это видео. Я поизучаю этот момент немного позже. Потому что здесь поди разбери с первого раза. Я не знаю, как он это делает. Могу только сказать, что это называется трель. Это когда вы чередуете две ноты. Могу предположить, что у него до безобразия хорошо развитый контроль гортани. Это ж как прогибом через карибы. Это уже милизм. Потому что там несколько нот в одном слоге. Если вы заметили, он использует два разных подхода. Давайте вернемся и послушаем это снова. Здесь у него немного округлая позиция голоса. Ближе к тому, как он пел до этого. А здесь у него более направленная позиция. Более пронзительная и заостренная. Милизм, который был в самом конце, имеет множество нот. Когда думаешь, что он вот-вот завершит фразу, он обязательно споет на одну ноту больше. Хотя это усложняет ему задачу, но по нему даже не скажешь. В этом-то и заключается его гениальность. Он делает просто сверхсложные вещи. А для нас они кажутся пустячком. Это эффект флейты. Он делает это своим голосом. В самом конце. Хочу добавить, что это звучит как фольклорная импровизация. Но при этом он использует классические вокальные техники. В том смысле, что он использует резонаторы. Он не делает это все только при помощи гортани. Это микс из двух совершенно противоположных составляющих. Послушайте, это же чисто гортанный звук. Он как бы произносит эту ноту. И это очень театрально. Это прозвучало так по-дьявольски. Затем он переходит в такое легкое лирическое сопрано. А потом в свистковый регистр. Я постоянно делаю эти видео без вокальной разминки. До конца пианино осталась одна октава с мелочью. Это нота ми-6. И больше всего мне нравится, как он размещает пианиссимо. И затем делает крещендо. И он делает этот переход с помощью глиссандо. Он не прыгнул сразу вверх. Он тянет это с самого низа. И так нежно покоряет эту ноту ми-6. Он начал и закончил это с визуальным эффектом. И супер контролируемым вибрато. При том, что он был на такой высокой ноте. В свистковом регистре у звука обычно теряется вес. Стирается стержень голоса. Это свойство свисткового фильтра. Меня удивляет не сама нота, которую он взял. А то, как он ее взял. Как он с ней поигрался. Так, беззаботно и шутя. Песня поднялась на том выше. Обожаю этот эффект, который вы услышали в конце этого предложения. Я как-то смотрела видео в тиктоке. Не знаю, точно ли это был Димаш. И там он делает упражнения на укрепление брюшного пресса. Я знаю, что многие из вас скажут, что эти упражнения не всегда помогают вот так держать ноты. И я соглашусь с вами, потому что здесь много факторов. К тому же у него полный контроль над дыхательной системой. Давайте посчитаем, сколько тактов он здесь провисел. Восемь с лишним тактов. Он довисел до момента, когда музыка закончилась. И для завершения вступили оркестр и хор. Это восемь тактов. Мне понравилась эта песня, потому что она построена на дориске лад, что придает ей такое средневековое звучание. Также подчеркну здесь визуальные эффекты. Плюс гармоничные повороты, типичные для восточной музыки. Возможно, эти напевы берут начало из казахского фольклора. Я в этом не знаток. В общем, меняющийся центр тональности. И также меняющиеся лады. И мне нравится мелодия, которая получается, когда он оставляет на ней свой след, пропуская ее через разные октавы. В итоге мы получаем очень интересную песню. Такую таинственную, магическую и интенсивную. Мне очень сильно нравятся реакции Джен. Особенно формат ее реакции. И нравится то, что она всегда говорит что-то новое и что-то познавательное. Всем спасибо за внимание. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok